А может быть, пока не надо? Нет, сейчас не надо. Девочкой я была Калашникова Наталья Михайловна. Так, значит, в 41-м году работала я зав. клубом сельского района. И шла в колхоз с газеткой. Иду с газетой, а мне на встречу говорят, Наташа, ты куда идешь? Я говорю, к вам в газеты иду, посмотреть, заметки собрать, как работаете, как что. Районные, значит, новости. Какие новости? Они говорят, да, война началась. Я вместе с ним вернулась домой. Прихожу, а вечером, мы жили недалеко от зала. Тут крик, на кого-то нас оставил с дедушками. Да что я буду делать и прочее. Рыдали всю ночь. И так долго шло. Потом прошло 3-4-5 дней, осень, и уже похоронки идут одна за одной. Погибли, погибли, погибли. И мы говорим, ну и мы, девчонки, все уйдем. Ребята нас забрали. Всех, даже инвалидов, которые могли идти, их тоже брали. Вот. И мы говорили, что мы уйдем тоже все на фронт. Ну, на фронт мы не шли, нас брали потихоньку. И вот меня в 44-е, да, работала я, у нас это, от РАНО, зав. Угон-Тосинский. А потом зав. РАНО вызывает и говорит, Наташа, жаль мне, что уже с фронта шли раненые. Молоков, говорит, он был литературой, ведал в 10-м классе, средняя школа была. Ну и мне удивать некуда, он будет теперь, район к нам переезжает, и он будет зав. клуба района. А о тебе я поговорю. И поговорила с судьей, и судья меня взяла, судебным исполнителем к себе, так как я, ну, они знают завтра, ну, что, и она меня взяла. Тут я поработала сколько-то год, два или три, и меня взяли в повестку на фронт. Наталья Михайловна, до того, как вас взяли на фронт, вы где жили? Это я жила, значит, родилась я в Новосибирской области, а уже область эту Сибирскую, Новосибирскую, разделили, сделали Кемеровскую область. Так вот, я уже поработала в Кемеровской области. Из Кемеровской области, Кисельевского района, меня уже, вот я признана в армию. В армии мы учились, в школе училась, в школе радистов, в Новосибирске. Новосибирскую школу окончили мы, и нас привезли в Москву. В Москве прошли мы испытания, какие нужно было, и нас стали направлять уже на фронт. И подо Львовом, подо Львовом, мы прибыли, и нас принимал, да, был стадион, на видной площадках, я так понимаю, я тогда не понимала ничего. И вся эта армия была, вполне не ожидали. И проходит, до нас доходит рыбалка. Мы уже спросили тут, те, которые фронтовики, кто здесь-то такой, это 3-й танк армии, маршру, рыбалка. Дошел до меня и говорит, ну что, на фронте не была, уже и глаз подбит. А я действительно сменила резко климат, Сибирь, я тут, я на Западе никогда не была. И у меня то один, и чмень, то второй. И так, все время с чменьами. Он пошел, опрос претензий сделал, опрос претензий пошел дальше. И нас тут разделили по частям. И я попала в 9-й механизированный корпус 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта, Конева. А 3-й танковый был рыбалка. Вот я вам фотографию вам показала. А в каком году, получается, вы к нему попали? Это в 44-м, я немного была. Я же, видите, наверное, и год не была. Сколько? Значит, осенью мы, в сентябре, наверное, так вот, если не раньше, с Москвы, подо Львову. И вот, тут, когда по частям проехали, разделили нас и стали готовиться к бою. Чтобы к бою подготовиться, нужно проверить войска, как и что к бою подготовить. И на учении поехали. А на учении, когда поехали, перед учениями мы познакомились с радистами, те, которые были в бою уже. И одна была радистка Нина Кокшарова, гражданская радистка. И она говорит, ну, со мной познакомилась. Ну, ладно. Как говорится, радисты, радисты, знаем, ну, гражданское радистство равняться нельзя. Потому что, хотя мы все время выступали. Семерку я сейчас проиграю, даже, как она поет. Да, пять цифр могу проиграть. С стуком. Ну, вот сейчас я ручку не взяла. Что-нибудь есть твердое? Сейчас она дам ручку. Ручку просто. И вот, настолько изучали точки, тире, точки, тире. А потом еще нам говорят, а вы знаете, как семерка поет? На слух поет. Дай, дай, закурить. А у нас ложка-то была в сапоге. Ложку достаешь и ложкой выколачиваешь. И получается, дай, дай, закурить. Дай, дай, закурить. Командир полка, опять. Командир полка. Командир полка. Ну, все ребята, двойка. Ну, все. Ну, все ребята. Иду, иду. Тройка, я на горку шла. Ну, так вот. Мы не только их точки, тире. Нам сказали, если вы ошибку сделаете, надо наступать, а вы примете что-то неправильно отступать. Расстрел. Ну, так мы без конца не знали, с какой стороны к этой точке и тире подойти. Изучали так, серьезно. Вот. Так вот я радисткой была. И когда мы поехали на учение, а ребята и радисты говорят, ну, знали, как звать. Ас, ас. Это пято. И дают две минуты. Ас, две. Остановись на две минуты. Значит, поговори. Поговори. А я все время, примите радиограмму. Примите радиограмму. И обмен у меня был, видимо, такой, что это же радистка гражданская. А я не ходила на разборку. После учения разбор же, как прошли учения, кому и что, кому благодарность, кому, может быть, пожелания и прочее. Ну, и вот. Она, а я оставалась, глаза-то у меня были все время, то один, то другой, ищем, и так мучилась. Она, наверное, салом была в Польше. И на салоне мы спали. Во дворе или где-то. Она приходит. Ха! На фронте не была, уже благодарность получила. Значит, мне благодарность объявили. Перед боем. Ну, и вот. Чтобы... Потом, значит, пошли мы уже по территории немецкой. Идем и идем. Разворачиваются войска. Потери особо не было. Почему? Потому что они уже чувствовали, что им будет конец немцам. Это 44-й год. И мы в Берлин вошли. 2-го мая в Берлин вошли. Высокие здания, серые. И ребятишки побежали, уже прибежали. Думаю, куда они убежали. Нет никого тут. Смотрю. Смотрю, они уже принесетут. У них кожанка справа на плече, на левом плече. Я говорю, это зачем? А за тем, что будем восстанавливать, надо работать. Эти нам нужны кожанки. А кожанки, видимо, за обе разрушены, и они взяли. То были мы немножечко в Берлине, и нас направили на Прагу. И на Прагу, конечно, были и самолеты, и минометы разворачивали, все такое. И когда подходили их к Праге, то в каждой форточке, в каждом окне флажок висел. Наш и Чехословатский. Так, они, чехи, пели песню все время. Ручишь на дар. Ручишь на дар. По-нашему это... Здравствуйте, русские. Здравствуйте, русские. И вошли мы в Прагу. В Прагу вошли. Вот это песни, музыка, кино показали в 6 часов после войны. Нам, когда мы вошли в Прагу. Это 9 мая. А может быть, даже 8, я вот не знаю, но 9 мая. Потому что 9 мая у нас, раз объявили, был день победы, 9 мая, значит, 9 мая. Еще была группировка, но ее быстро там остановили в лесу. Немцы шли в обмотках завязанных, была жаркая погода. Они, значит, идут, улыбаются, на нас смотрят. И дочь, по-видимому, значит, немцы, на хаос идут, на хаос улыбаются. Домой. Вот. Так что закончили мы войну в Чехословакии великолепно. Чехи нас встречали. Просто ничего не скажешь отрицательного. Ну, это я как радистка служу, а как командование, это уж не мое дело. Вот. Но нас встречали хорошо. Пошли в Чешку, я дошла в комнату с Марией. Вот у нас медсестра была, Мария Команова. Она, ну что я говорю, помыться, ну, чистота идеальная, все блесит. Я говорю, а я измажу, у меня все потно, все такое вот. Не буду ее раздеваться. И как раз у меня была сумочка, а ребятишки что находят? На, Наташа, нам не надо. На, Наташа, нам не надо. И я чашки высыпала, сама не знаю, что. Она сделала такие квадратные глаза, то на меня, то не знаю, куда смотреть. И думает, что открываешь шифонер и говорит, бери что надо. А я говорю, ничего не надо. Вот ноги есть, руки есть. Я пешком пойду до Сибири. Ну, как, это же далеко. Я говорю, ну все, я здоровая, я куда угодно могу себя потеть. И вот так вот в Чехословаке мы немножко побыли. И нас направили в Австрию. В Австрию мы прибыли. Там я видела самолет нашего героя Советского Союза Покрышкина. С ним я не виделась, но его самолет трогала. Наши в театре или где-то в ресторане наши встречались с летчиками. Что и как. Но мы остановились в Австрии. И даже я видела один раз, чьи-то иностранные войска со мной заговорили. Ну, а я ничего не могла по-другому сказать. И так мы разошлись. Ну, мы там постояли, наверное, год-два или не меньше. И нас направили в Германию. В Германию мы прибыли. И уже тут оккупационные войска наши стояли. Наши армели, как я уже знаю, что войска стояли. И там дали разрешение, кто поженился. Зарегистрироваться можно в Вене. В Австрии было разрешение. И вот там мы с мужем поменчались и расписались. Нашел мне удостоверение. Это Австрия, Вена. Могу вам, если хотите, показать его. Вот. Все. Ну и вроде, вот я вам рассказала кое-что. Ну, что помню. Почему я, может, хорошо бы что-нибудь помнила. Я инсультник, инсультом переболела. И сейчас я с возрастом уже и инсульт, и возраст. Все одно к другому. То я с пятая на десятая, ну, что-то рассказала. Но! Подчеркнуть хочу. Когда война закончилась, там, ну, муж делал мне предложение. А там и говорят, а что, ходишь? Вроде того, что спишь, не спи. А мне взяли телефонистки, сказали. Я пошла к медикам и взяла медицинскую справку. Вот она у меня тоже есть. Могу вам показать. И я. Они трое смотрели. Что, как это на фронте, остаться девушкой. Ну, не знаю, как удержалась я. Это было тяжело. Но так было. Проверили и написали справку. У меня такое медицинское. Что мои, ну, кое-то родственники даже, ну, были довольны, были недовольны, что она. Но стоять на фронте девушкой, конечно, тяжеловато. Потому что кругом молодежь, кругом они другого лучше, все здоровые, никто не скучал, все были жизнерадостные, все стремились к победе. И мы ее получили, с достоинством получили так, что после вот еще несколько лет, и сейчас, я не помню, год тому назад мне еще вручили вторую медаль. И, ну, медали, конечно, как она называется, я уже, видите, как, что самое простое, медали пишется в документ, в свидетельство. Вот. И так вот закончилась моя, как говорится, фронтовая жизнь, ну, это очень-очень я вам говорю, чтобы вкратце рассказала, что помню. А расскажите, пожалуйста, как вы с мужем познакомились? А с мужем познакомились? А я у них была в части, и один их командующий за мной ухаживал. Он мне говорит, радистки ко мне пойдете? А я говорю, а у вас радистка и радист есть. Он вон отсюда. И вот там муж как раз его присутствовал. Прошло несколько минут, подходит этот же капитан, ушел, и говорит, Наташа, вот командующий приглашает. Ухана. фамилия, фамилия, фамилия. Ну, он и говорит, пойдете ко мне поваром. А я говорю, на повар меня родина не учила. Он вон отсюда, Сосиновский, выписывает предписание. Вон. И направили меня в другую часть. И как раз этот бой уже начался. Не знаю, как эту натичасть. А мне говорят, вот столько-то кругов. Девять. Девятый механизирован, тройка. Третий. Ну, и все по кругу им считать. Думаю, ну как их считать, уже идут из целой машины снарядов. Ну, остановила я вроде моего. И вот посадил меня и в кувер чуть не скатился. И говорит, счастливая, что не скатились мы. Вот подъехала, приехали туда общать. Я показываю документы, начальник себя и смотрит, и говорит, ну и тут лучше будет или нет. Вроде того, что вот ты там высояла на ногах вроде того, что тебя направляли. За это. Может, что-то там было написано, я не знаю. Ну вот. И через несколько минут да, подхожу к радиостам радиостанции у Доджики радиостанции РСБ стояла. Они говорят, как делать? Я говорю, Наташа. Наташа, долго у нас не побудешь. Я говорю, как? А почему вас угол выбит? А это был герой Советского Союза, Финаков. Вот ты за него к нам пришла. Ну, прошло несколько времени, меня вызывают, вызывают, начать вроде. Я захожу, откуда-то девушка родом-то? Я говорю, в Сибири. О, молодец, я с пелеменей, не может готовить. Я, не знаю, приходилось мне готовить, я работала. Ну, когда пригласим, их не откажете, и все. Я решить идти и ушла. Пришла вот тут вот. Война на мое счастье закончилась. Правда, мы не верим. Вот. Вот такие вот дела, так что победа досталась нам нелегко, но мы победили с такой, ну, как говорится, с верностью и с восстановлением нашего тыла. Так и имели в виду. Я думала, я пойду тоже радисты в Аркут. Хотелось поездить, посмотреть города. Но вышел замуж. Имели с мужем двое детей. Сын Вячеслав, который на клубе кубинские события, служил, отслужил честно и вернулся здоровым. Второй сын в Чехословакии служил в этом... Простите, виновата. Это было уже, видите как. В Белоруссии тоже отслужил честно и работают сейчас здесь, в Тулу. Приехали почему в Тулу? Потому что куда не напишем квартира долга, квартира долга, квартира долга, ну что же делать? Я говорю, так может быть пока дети в армии мы получим квартиру, и они приедут, будут учиться и работать. Ну так и было. Приехали, поступили и учиться. Но пришлось учиться доочно. Обе кончили институт и работают. Сейчас здесь же в институте. Вот. Все, это вот уже гражданинская жизнь. А я работала в театре в нашем областном. Все время была вылетена до слепотчета. о чем характеристик я говорила вам, прочтите. Я и сейчас сюда прихожу как домой и в Совете ветеранов я вожу их в театр. Потому что с уважением меня знают, что ни одного билета никуда и приглашений не будет, кроме тех, которые у нас в Совете. Поэтому знают, с кем общаться и кому доверять. Вот. И таким образом пенсию уже зарабатывала я в нашем драматическом академическом театре имени Горького. Вот. Все, ребята, наверное, что я могу вам сказать. А вот расскажите, пожалуйста, вы наверняка на фронте сталкивались с подвигами русских солдат наших. Вот что вы можете про это рассказать? Про солдат? Да, про их немного, допустим. то, как они защищали русские. Вот как подготовки, как подготовки нам командир сказал, что поедешь на меня, поедешь, тоже будешь участвовать в подготовке. и мы поехали несколько нас человек с филистом. Я говорю, ребята, я сейчас убью, а там немцы засели на болоте. То, вы выбросите меня. Да, брось ты, как к нам пришла, и у нас все тихо, слава богу. Вот. и мы, и мы, значит, прибыли на ту территорию, откуда начинается подготовка. Тут я впервые увидела Катюши открытые. Тут, значит, они мне говорят, Наташа, копай окопы. Я говорю, зачем окопы? Ну, я тоже копала, говорит, выкопала, выкопала. Да, вот, надо бревна еще положить, будет и бомбежка, и все, что угодно. Ну, вот. Все мы окопы сделали, значит, ездил с крысом, случилось, и у одного была гармошка, он из дома, наверное, брал, играл на гармошке, и все, в общем, веселились перед боем. Но Катюши шли, и шли, и шли, открытые уже, Катюши шли. А потом пошли, Катюши, они вот таким образом шли над головой. И стали мы форсировать Дрезден, немецкую реку, Дрезден. Ой, Шпрей. Шпрей. В России я не то сказала. Шпрей. Это в Чехословакии мы форсировали реку, реку Эльбу. Это в Чехословакии. Вот. Вот вспоминаю, вспоминаю кое-что. Вот. И что, еще какие вопросы, пожалуйста, ко мне. Ну, но...